Здравствуйте, я Дмитрий Семенек, психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и школы православной психологии. Моя сегодняшняя тема – «Самообман семью не спасает». О чем речь? Речь о том, что очень многие люди, создав семью и ощущая, что, может быть, не все у нас идеально, не все прекрасно, но тем не менее успокаивают себя какими-то не очень-то на самом деле убедительными доводами, например, что мы венчаны, значит, Бог спасет нашу семью, сохранит без всяких наших усилий. Или тем, что вот какие у нас были чувства в начале отношений, значит, все будет хорошо, наши чувства победят все. Все это просто сказки про белого бычка. Спасет вас только одно – ваша собственная осознанная работа над своей семьей. Любить друг друга выражается в конкретных действиях, которые мы должны предпринимать, и прежде всего, конечно, по отношению к своим близким людям, которых мы уж точно должны любить. Ладно, там дальние, когда-нибудь, может, мы и полюбим и их, но вначале мы должны научиться любить друг друга. И что еще здесь имеет значение? Имеет значение то, что даже когда вы удовлетворены отношениями, когда вы в какой-то степени счастливы в браке, это не значит, что второй человек точно так же счастлив, как и вы. Крайне часто бывает так, что один человек удовлетворен отношениями, а второй сильно нет. И поэтому, если вы тот самый удовлетворенный человек, все-таки нужно держать руку на пульсе ваших отношений и ваших чувств взаимных. Необходимо стараться думать о потребностях второго человека, насколько удовлетворены они, и в чем вообще они заключаются, чего он хочет, чего ему не хватает. В общем, если вы тот самый человек, который, как страус, прячет голову в песок от правды, вытащите эту голову из этого песка и начните постоянно держать руку на пульсе ваших отношений. С чего вы можете начать? Вы можете начать с прохождения бесплатного диагностического курса диагностики семейных отношений в моей онлайн-школе ортопсии.ру. И за какой-то час вы значительно лучше будете понимать, что происходит в вашей семье. То есть, каково ее нынешнее состояние, нынешний уровень благополучия вашей семьи. Что, например, тестируется в этом курсе? В этом курсе тестируются и такие вещи, которые, конечно, надо было тестировать до вступления в брак. Но все-таки лучше поздно узнать, чем никогда, потому что, поняв какие-то ваши принципиальные общие несовпадения, вы, по крайней мере, будете понимать, откуда растут ноги ваших проблем. Например, совпадение ваших мировоззрений. Конечно, большая беда, если вы создали семью с неправославным, с нецерковным человеком. Но бывает, что и у церковных людей разнятся какие-то мировоззренческие моменты. Например, сколько детей хочет человек. Вот вы хотите пять, а он хочет одного. Конечно, надо было узнать это заранее, потому что сейчас вот, да, жалуются порой женщины, что вот муж ни в какую не хочет там, чтобы мы родили второго, третьего, четвертого, пятого. А женщине это крайне хочется. И она не чувствует себя реализованной, удовлетворенной с одним ребенком. Но это, конечно, такой момент, который мало на что уже повлияет, потому что, как я сказал, это нужно было заранее выяснять. Но остальные моменты, которые исправимы, на них повлиять можно. Следующий момент, следующий тест – тест на душевную близость. Тест на вашу зависимость от партнера и зависимость партнера от вас. Тест, насколько счастливы ваши дети. Ведь если у вас есть дети, их счастье является очень точным показателем благополучия вашей семьи. Есть тест на ряд критических проблем, которые разрушают брак, каким бы он ни был и какими бы вы ни были сами. Тест на вектор развития семьи. Ведь если семья здоровая, то совершенствуется ваша любовь, и совершенствуетесь вы сами. Вы сами развиваетесь. И ваши отношения тоже развиваются и становятся лучше с каждым годом. Поэтому, оценив вектор развития ваших отношений, вы можете очень многое понять о том, что происходит с вашей семьей. Тест на знания о строительстве семейной жизни. Без этих знаний ничего не получится построить. К сожалению, я постоянно вижу людей, которые живут в браке 20-30 лет, и до сих пор не знают самых базовых вещей о том, как строятся отношения в семье. Поняв, в какой степени вы обладаете этими знаниями, вы, приняв необходимости, можете их пополнить. Это не очень трудно. Это самое, наверное, простое из всего и самое важное. Знания о воспитании детей. Насколько вы обладаете этими знаниями. И, наконец, суммарная оценка качества отношений и выводы. Выводы вы делаете сами. То есть этот тест автоматический, но он очень тонко построен. Он не делает выводы за вас. Вот пройдя все эти тесты, которых в этом курсе более 10, вы сами сможете сделать вывод о том, все ли хорошо в вашей семье, или необходимо поработать над состоянием ваших отношений. и уже в соответствии с этими выводами действовать. Я даю ссылку на этот курс в описании к этому видео. Это займет всего лишь час, но вы получите огромную пользу, которая поможет вам либо сохранить семью, либо ее, либо улучшить отношения, если речь не идет о разводе. Но, конечно, сам этот тест, он не решает проблемы. Он только лишь является первым шагом к их решению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!